Приветствую вас. Начнём, пожалуй, с того, что ваш вопрос звучит несколько странно. Можно ли самостоятельно выйти из состояния полного непонимания себя и что делать дальше? То есть, понимаете, а что делать дальше? Это вопрос, который вы обращаете на специалистов, психологов, неважно, другим людям. Но перед этим вы спрашиваете, можно ли самостоятельно выйти из состояния. То есть, как бы здесь, на мой взгляд, есть то противоречие, про которое говорят мои коллеги, в частности, вот Кудрячёв Игорь Леонидович об этом. Противоречие, на мой взгляд, вам довольно хорошо всё написал. То есть, самостоятельно. И что делать дальше? Несколько исключает друг друга. Потому что самостоятельно это значит, что вы сами, а что делать дальше? Это значит, что вам нужна помощь других людей, в данном случае психологов. Для того, чтобы лучше понять, в какую сторону вам двигаться дальше. Дальше. Вот. Значит, на практике, если говорить вот именно про практику, да, если говорить именно про опыт, который есть у меня, нет, практически невозможно самостоятельно выйти из этого состояния, если оно уже началось. Почему? Потому что, как правило, не всегда, но, как правило, у этого есть все это состояние. Есть вторичная выгода. Вот. И, ну, есть что-то, что вы получаете от этого состояния для себя. И, соответственно, это состояние будет генерировать, скажем так, некие ваши мысли, некие ваши состояния, которые будут, в свою очередь, саботировать любую попытку из этого состояния выйти. Вот. Ну, в том числе, а еще и связано с тем, что у вас есть страх. Поэтому нет, самостоятельно, скорее всего, из этого состояния вам не выйти. Особенно если это кризис, кризис, и особенно с учетом, вот, некой такой, вашей истории, вот, которую вы рассказали. Про нее сейчас поговорим немножко подробно, конечно. Итак. Дожив до 28 лет, я понимаю, что ни в чем не состоял. Иными словами, вы говорите про неоправданные ожидания. Свои и чьи-то. Ну, свои неоправданные ожидания и ожидания других людей. Вот. По факту. Тут вот и момент, почему человеку сложно бывает порой отличить то, чего он хочет, от чего-то мимолетнего. Потому что нужно оправдывать что-то ожидания. В том числе, в том числе, свои... Свои ожидания, как это не странно, может быть, сейчас прозвучить, они всегда имеют что-то лучше с собственными желаниями. Вот. То есть можно ожидать чего-то одного. А... Хотеть... Можно... Совсем... Совсем других... Вещей. Вот. Например, я могу ожидать, что стану хорошим специалистом и чем-то реализуюсь. Вот. Но я могу игнорировать, например, своё желание рисовать, писать стихи, литературу, ну, в смысле заниматься литературой. Вот. Все эти вещи я могу игнорировать. Поэтому не все ожидания связаны с желанием. Поэтому нужно иметь в виду то, что вы сейчас говорите, вы говорите про столкновение с реальностью, с разочарованием. Вы говорите про разочарование, про своё разочарование. Вы разочарованы сейчас. И разочарованность – это больно. Разочарованность – это неприятно. Разочарованность поражает множество неприятных эмоций, таких как зло и так далее. Но самое главное, на мой взгляд, что поражает разочарование – это страх. Страх, с чем, как бы, связан страх, да? Это угроза. Угроза и непринятие какого-то своего состояния, которое находится под запретом. Вот. С одной стороны. И с другой стороны – это недоверие себя в том, как на это реагировать. Вот. То есть, если человек, например, боится ошибки, да, то он боится не самой ошибки, а не принимает. С одной стороны – себя, который может ошибиться, и с другой стороны – не знает, как реагировать на то, что он ошибся. Вот. То есть, это происходит, как правило, в таких случаях, в тех случаях, когда за человека принимали решения другие люди, ставили ему цели, задачи. Вот. И, по факту, человек к этим целям и задачам никак не относился, или забивал на свое отношение к ним, к этим целам, которые мы ставили. Вот. Я из этого могу сделать такое предположение, что, возможно, вам ставили как раз-таки такие цели, и ваш красный диплом – это как раз про цели других людей, может быть, например, ваших родителей. Вот. Ну, они у вас. Вот. Вот. Отсюда, соответственно, некая такая диссоциация. Дальше. Университет с красным дипломом, но работа после была для галочки. Университет. Смотрите. Вот ваши истории по… Ну, вот. Ну. Вы писали. Ваши истории. Вы про университет, по сути, больше не говорите. Вы описываете много другие моменты, от нормального этого волнуваются. Смотрите. Вы почему-то пошли в университет. Вы почему-то выбрали какую-то профессию? Я бы какую, а какую-то профессию. Вы, 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 вы учились на эту профессию, на красный диплом. А работа была для галочки. Такое ощущение, что самое главное, да, было получить диплом. Всё. Но не реализовываться, не работать. Такое ощущение, что кто-то требовал от вас, извините, диплом. Вы ему этот диплом показали, после успокоили. Как такового профессионального развития у меня не было. Почему? После работы делал, то есть, нравится, но не заделась надылка, на чем задал, но на своего навык, приходил к другому, периодически возвращаясь к прошлым увлечениям. Здесь важна, я бы сказал, субъективная сторона. Потому что, то что вы описываете, это очень поверхностно вы описываете свой опыт. Вот. То есть, профессиональное развитие. Что такое профессиональное развитие? Для вас, что такое профессиональное развитие? Потому что, ну, каждый по-разному может понимать это самое профессиональное развитие, да? Вот. Это такой аспект. Для чего вы осваивали тот или иной навык? То есть, как бы, ну вот. Зачем? 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 Тот или иной навык вам? Потому как, понимаете, вы не знаете, зачем вам этот навык, вам какой-то навык, да? Вы не знаете. Ну, и я не знаю, к примеру. Вот. То есть, вот вы говорите, да? Ну, вы пишите свою историю, как бы, а больше вопросов вот такая, там еще для помощи такой вот полноценной вам нужно больше информации. Вот. Надеюсь, что вам это сейчас несколько, ну, более станет очевидным. Вот. В том числе после ответа моего коллеги, вот, ну, Кудрячева, например, Игоря Леонидовича или моего. Дальше. Идем. Так. Периодически возвращалась к простым увлечениям. Ну, какие это увлечения? Могу сказать, что я на месторонний раз, это мне все интересно. Хорошо. А если вам все интересно, скажите про это. Интерес. Что это? Что это? И что такое для вас интерес? Как вы интерес ощущаете? Как вы интерес чувствуете? Как вы, ну, понимаете, что вам, к примеру, к примеру, стало, стало интересно. Я думаю, что, как-то вы это понимаете? Я думаю, что, ну, вы же говорите про интерес. Давайте раскроем более подробно этот момент. Это важно. Странно скажу, что это не просто блаш, это для вашего развития как-то крайне важно. Вот. Вы спрашиваете, вот, как отличить, да? Ну, вот расскажите про этот интерес, если вам интересно. Вот. Расскажите про этот интерес. Как он выражается, как он выражается. Дальше. Мне все интересно, я могу применить эту профессиональную жизнь. Здесь есть ряд моментов, как мне кажется. Первый момент заключается в том, как меня видится, что у вас есть некое отношение, предубеждение, если хотите. неоднократно вы себя заставляли заниматься тем, чем, может быть, должны были заниматься по работе. Неоднократно вы себя заставляли это делать. И, на мой взгляд, это не могло на вас повлиять. С одной стороны, отвращение скорее всего у вас к профессиональной жизни, а с другой стороны, опять же, как мне кажется, профессиональная жизнь, понимаете, слишком серьезно и тяжело. Профессиональная жизнь, как и любая сфера человеческой жизни, это проявление внутреннего я человека, проявление внутренней энергии человека. И, соответственно, профессиональная жизнь, с некоторыми поправками, является отражением внутреннего мира человека. И относиться к профессиональной жизни, через чью серьезно требовательно, значит, стоять на месте. Но именно этого и делается, верно? Мне кажется, вы очень болезненно реагируете на свои ошибки. Мне кажется, что в какой-то степени вы перфекционисты. И я думаю, что этот профессионализм портит вам нервы. Профекционизм вполне вероятный. В кавычках помогает обеспечивать вам любые начинания, которые вы могли бы сделать. Вот. И перфекционизм помогает вам, в кавычках, помогает сохранять образ такой вот себя, которых ждет великое будущее. Тут момент в том, что оно от вас может и ждет. В смысле великое будущее. Но чтобы оно наступило, это великое будущее, нужно сделать что-то. и, так сказать, величие будущего определиться не красным дипломом, а тем, насколько ваше внутреннее будет соответствовать внешнему. Насколько вы в эту профессиональную жизнь, вы будете приносить свою личность, свою энергию, себя, если можно так выразиться. И, как сказать, именно этого, мне кажется, вы не делаете. Потому что, ну, то, как вы выражаете, что профессиональная жизнь, на мой взгляд, многие вещи проясняют. Ну, по крайней мере, для меня. По крайней мере, по крайней мере для меня. То есть, я могу опять же предположить, что неправильно. Дальше. Перебирала, перебирала профессии, но все постоянно, постоянно приходит вручную и становится тяжело во всех смыслах. Ну, здесь важен ваш подход к перебиранию. Потому что, как бы, перебирать профессию можно по-разному. И, мне кажется, важно понимать, как вы это делаете, конкретно. Вот. А я, например, пока что не очень это понимаю, к сожалению. Вот. То есть, вот, ну, вот, то, что вы говорите, да, про перебирание. Вот, это очень здорово, но, простите, а как вы это делаете? Когда, вот, например, вы говорите, что он становится неинтересно, рутинно, тяжело. То, что, что это за чувство, тебе скажут. Какое-то, вот, чувство. Ведь какое-то чувство это есть. Вот. Что-то меняет. Вполне может быть, что вы испытываете разочарование. Даже не будет замечательно, я просто решаю сейчас копить и не берегу себя. И что думаете, что думаете вы? Не представляю, чем заниматься, но очень главное, как удержать интерес. Наверное, нужно ответить себе, для чего вам заниматься чем-либо. Как отличить то, что просто не нравится, от того, где стоит сделать еще немного усилие с собой и все будет лучше со временем? Когда, понимаете, если человек задает себе вопрос, стоит ли усилие, что будет дальше лучше? Наверное, не стоит. Когда усилия воспринимаются самими собой разумеющимися, для того, что вы делаете. Вот это, скорее всего, оно. Всегда делаю ставку на отношения семьи. Всегда хотелось семей и детей. Как это связано с тем, что у вас красный диплом? Забегая чуть вперед, я хочу сказать, что у вас такое ощущение, знаете, вот здесь противоречие. Если вам хочется семьи и детей, но при этом вы переживаете, там, вот относительно того, что вы не реализовали такое ощущение, что первый вариант реализовать это через семи детей, второй вариант реализовать это через карьерный рост. Но один из красивых моментов в том, что вы как будто бы, вот, пытаетесь реализовать. И здесь момент в том, что вы считаете, что реализоваться должны вас, чтобы это не стало. Вот. И так. Что делала ставку на отношения с семьей? Почему? Я хотелось семьи и детей зачем? Ну, как это желание возникает? Семью и детей хотелось, чтобы что? Как правильно, семью и детей хотят для защиты и для того, чтобы раствориться. Все четыре года после брака, после ширины, как мужа, на счет ребенка не сейчас, я понимаю, что вам не что-то сломалось. Вам не дают того, чего вы хотите. Это нормально. Этим мужем есть своя позиция. Если учесть, что он был командировкой четыре месяца без связи, просил выращаться, стал запосноваться с тем, что я понимаю, что больше не хочу быть с ним. Простите, а вы с мужем только ради детей? Ну, то есть, как бы, сам муж как человек вас не интересует? Он интересует вас только как будущий отец ваших детей? Потому что по тексту получается так. Я уже не знаю, что мне нуднее, что я хочу и что делать дальше. Но вы делали ставку на семью и детей. Всегда хотелось в семье и детей, говорите вы. А что в этом хотелось? Я не с кем не общаюсь, с знакомыми или друзьями я не обзавелась. Мне кажется, страдаю в одиночестве, мне хорошо над ней с собой. Вам может быть хорошо над ней с собой, да. Но и общение с людьми тоже нужно. Чтобы, ну и как, чтобы видеть альтернативу, чтобы видеть альтернативные взгляды на то, что вам кажется важным и нужным. Хочу расцвестись и найти себе стержень и опору. Ну, найти стержень и опору можно и не разводиться. Не разводятся. Начинаете работу по отношению? Просто ради выживания. Такое уже было. Всех от мужа на семное жилье начать жить. Ну, вы и всех от мужа на семное жилье жить не начнете. Человек либо начинает жить, либо он не живет. Я бы вам психотерапию предложил бы. Сегодня я пролежал день, практически не шевеляя смыслом, что на данный момент олегшим, но жалко. Никому не нужно жертвовать. Я потерял вкус интересных жизни, что нужно меня отсложить, но не знаю с чего начать. С психотерапии. Начать нужно с психотерапии. Не знаю откуда брать сил. Они на что-то уходят. Ни дома ни семьи не работают. Да, у вас ни дома ни семьи не работают. И как будто бы, если у вас нет ни дома ни семьи не работают, вы ничего не представляете из себя. Понимаете? То есть внутри меня никакой ценности нет. Кроме семьи и работы. Внутри как супер кажется, что лучше совсем ничего не делать. Что я и делаю, но я так не хочу. Тогда мы же не признаем, что что понедельник, вы ошибетесь. А это вопрос перфекционизма. А это страхи. И с этим нужно работать. Вот как-то так. Такой ответ. Я думаю, можно вам дать. Я надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.